Это кисть, прежде всего, в жирописе. На самом деле есть рябка, есть палец, есть мастихин. И в отличие от кисти, где будет разница между нами и опытным художником, колоссальная. Ну потому что тот учился кистью. Кисть это как карандаш. То есть феномен кисти это феномен карандаша. И если мы решаем задачу карандашом или кистью, как правило, дистанция между опытным, который делал это уже 8-12 лет, и нами будет невероятная. Если мы берем другие материалы, он в них не натренировался. Другие материалы, такие как тряпка, мастихин и палец, рука, пальцы, кисть руки. Здесь мы способны на жест, так же, как и он, опытный художник. Просто способны на жест. А современная живопись, она вообще, в принципе, взыскивает с художника не умение рисовать, вы знаете, вы видите. А умение сделать поступок на холсте или еще каким-то образом, проявить вкус, проявить жест, эмоцию какую-то выразить. И это дает нам шансы моментально проскочить вот эту академическую массу знаний, которые желательно иметь. Поэтому я к тому, что можно использовать другие технические приемы на первом этапе. Ну, кисть будет долгое время не слушаться сейчас. Кисть руки и кисть в руке. А другие инструменты, они как раз дают возможность технически интересно решать, то есть, вот так сказать, эмоционально решать, то есть, то, что сейчас модно в живописи, и быстро-быстро достичь результата. Просто понимая, что свет, тень, то есть, вот эти вот вещи для себя определяют. Ну, и сама даже технология, сейчас все это будут показывать, поэтому это не будет так голословно, потому что пока это только воздух. Поэтому я призываю вот новичка, я так понимаю, что передо мной новички, призываю новичка встать на путь хитрости. То есть, обыграть свою неопытность, прийти сначала к результату, сначала уметь, а потом подбирать знания. Сначала уметь создать целую картину, умение, технологическое знание и умение написать, подать картину, подать. И для этого, вот в данном случае, конечно, мои уроки просто безупречны. Мы сначала, в самых первых уроках, мы делаем готовую вещь, мы часто, у нас много во время урока, мы видим, как другие картины делаются. И, конечно, можно шпиговаться знаниями процесса. Если, конечно, я проговариваю какие-то основополагающие вещи, ну, скажем, вот я вижу у вас некоторые в тетрадке, скажем, в тетрадку можно записать, ну, буквально на страницу всех серьезных знаний о живописи. То есть, знания о живописи, их нет. Ну, на страничку. Как декреты этих самых большевиков. Не то, что льют воду, а льют страшную воду. Я, когда просматриваю иногда вот эти учебные пособия, ну, я понимаю, что просто становится страшно. И это ни к чему совершенно. Вся теория живописи в основном сводится к практике живописи. Как подойти, как решить. А теории там на страничку. Понятно, что сверху кинет. Ну, опять же, ну и что, что сверху кинет. Ну, вот, например, в тетрадку можно было бы написать, прямо чтобы зарубить себе на носу, сделать такую серьезную пометку. Теневые не любят много краски, а световые любят краску. Это очень важное знание, которое все время выпадает из виду. Если вы придете в музей и начнете просматривать, насколько это так, вы так и увидите, что теневые, прозрачные, акварельные, а световые густые. Вот это вот очень важное знание. Оно должно быть красным выделено в любом учебнике. Но оно не выделено. Его даже вообще нет. Идет вопрос о свете и тени. Ну, конечно, важно. Ну, мы же в принципе. Это же свет и тень, штука-то очевидная, правда? То есть не надо уговаривать человека, что это тень, а это свет. А вот настоять, чтобы он на световую положил гуще краску, а на теневую сохранил акварельность, так сказать, малость фактуры вот этого. Ну и так в процессе, пока мы сейчас будем калякать, вы тоже увидите какие-то моменты, которые, может быть, стоит записать. Так, и начнем мы. Сейчас я выдаду краски. Значит, у нас еще какая проблема? Постоянно. Как смешивать краски? Ну, прям, действительно, ну, как смешивать краски? Так, я вам скажу, чтобы вопрос этот отпал довольно быстро, нужно взять скупую палитру. Скупая палитра проповедана гениальными мастерами прошлого, своим уже развитым ученикам, то есть минимум красок в палитре. Ну, вот у меня есть знакомые художники, которые, видя мой опыт, тоже увлекаются этим этой идеей, и потом, выходя, после уроков своих, которые там нечаянно кому-то умудрились сделать, они говорят, слушай, ну, почему от тебя уходят счастливыми, а от меня несчастные? Я ему говорю, ты что на палитре проповедуешь? Он говорит, ну как, все, ну, я говорю. Я говорю, охра была? Да. А эта была? Я говорю, ну, зачем человеку знать, что такое охра, когда он еще не знает даже, что такое желтый? То есть охра, это, ну, желтоватость, да? Вот, так вот, это путает совершенно. Когда вы видите вот этот весь спектр, совершенно можно запутаться. Когда для неба можно выбрать чуть ли не 15 цветов из той палитры, которая продается, а какой зелень, а зелень какую брать? Из зеленых штук 15 вариантов. И их что ли 15 купить? И этот темненький, значит, я возьму из этого тюбика. Это сумасшедший дом. Взять нужно 4 краски, причем интенсивные. Вот, допустим, есть разные фирмы, и у разных есть степень интенсивности красок. Есть вот как клей ПВА, выдавливаешь белый, высох прозрачный. К сожалению, много красок выпускается, вот таких, слюнявых. Вот это не слюнявые краски, это очень хорошие краски, мастер-класс. Иногда кажется, я пока учусь, я куплю что-нибудь подешевле, получусь, и, конечно же, сразу сталкивается с тем, что, ну, никак невозможно, почему у него получается, вот я вижу, вот там азот. А у меня это же не идет. Да потому что ты взял паку, а хочешь сделать, как будто это у тебя краска. Вот, а краски выпускают, ну, так сказать, народные краски. Для детей, в школы, чтобы поменьше родители тратили, что. Тебе нужна желтенькая, на. Он берет, смешивает эту желтую с голубой, а она зеленым так и не становится. И вот он, или зеленый становится такого цвета, что больше ничего невозможно сделать с этим зеленым, и только вот, для того, что зеленый имеет разные оттенки, да, и вот та каша, которая может получиться с плохой краской, чем не снабдишь эту кашу, как кашу еще, она уже становится грязью просто. Поэтому есть фирмы, которые стоит покупать, и стоит ими пользоваться, потому что не будет грязной живописи, невкусной живописи, невкусных цветовых заморочек. И есть цвета, которые, есть фирмы, с которыми не надо связываться. Надо связываться обязательно с мастер-классом. Есть фирмы, которые тоже выпускают близкие к мастер-классу и берут там же пигменты, и эти красочки. И цветов у нас всего были. Ну, цветных цветов, берил был еще, пятый берил. Краплак розовый прочный. Обязательно. Краплак розовый прочный. Это интенсивный розовый цвет. Мощный интенсивный розовый цвет. Голубая ФЦ. Художники часто презирают. Очень сильно. А? Очень сильно. Презирают, да? Да, говорят, немножко берите. Нет, немножко само собой. Просто часто презирают, что это. Очень ярко говорят, что все. Голубая ФЦ. Вот так. Просто художники, они имеют уже потом возможность, они знают, что они идут, когда они берут красивенький цвет, и они сгармонизировать картину могут и разноцветиться. А нам это будет еще годик совсем недоступно. Нам нужно научиться сгармонизировать в цвете картину. Если у нас будет голубой и в разбиле в небе, и в зеленом в качестве голубой желтый, и в фиолетовом голубой розовый, то у нас будет сгармонизировано, будет единое, ну как бы, каркас голубого будет один и тот же. И, соответственно, мы легко ориентируемся в цвете. А еще раз, голубая... Голубая ФЦ. ФЦ. Кадми желтый светлый. Тоже это все мастер-класс. Кадми желтый светлый. Не темный, не средний, а именно кадми желтый светлый. Из кадми желтого светлого, чуть-чуть добавили розовизны, стал кадмий желтый средний. А вот из среднего сделать светлый уже нельзя. Так. Марс коричневый, темный, прозрачный. Коричневый, как и всего остального, в круг-труге. Марс коричневый, темный, прозрачный. Ну, я влюблен в эту краску. Опять же, художники для себя выбирают разные коричневые. Кто влюбился в это? Но, опять же, когда они уже умеют гармонизировать и без технологических цепочек, они просто уже заранее знают, где, сколько должно быть какого цвета, чтобы все было сгармонизировано. Они могут использовать по пять, по десять коричневых для оттенков, для оттенков, конечно, в разбеле. Конечно, все коричневые проверяются разбелом. Ну, или жидкой заливочкой. То есть, и они в этих жидких заливочках и в разбелах все разные. Ну, вот, морс коричневый, темный, прозрачный, это обязательно. Ну, для нас это точно обязательно. Можно себя снабдить, ну, как неким вспомогательным цветом, ультрамарин. Ультрамарин свет. То есть, не иметь его в виду, как гвардию, а просто иметь его в виду. Потому что иногда голубая, она слишком голубая. И синюшный цвет, вот синька цвета, из голубой можно добиться плюс, допустим, розовый. Ну, но это будет уже в пользу феолитаризмы. А иногда такой откровенный ультрамарин, особенно в тенях, в солнечную погоду. И вместо, так сказать, голубой ТЦ можно задействовать ультрамарин. Но, опять же, лучше сначала взять и без него обойтись, чтобы все-таки к этой дисциплине себя приучить. С белилами немножко полегче. Практически все фирмы, которые выпускают титановые белила, это, ну, они хорошие. Есть более клейкие, более сопливенькие, опять же. Вот, конечно, хорошо бы, чтобы консистенция белил радовала вас в вашей работе. Именно консистенция, вот, плотность красочки. Есть иногда недостаточно белые. То есть, вот она выдавит белые, а когда кладешь меньшим слоем, там, она не вполне белая. Есть даже сероватые какие-то по... Белила титановые обязательно. Значит, цинковые для вас тоже не белила. Цинковые белила хороши, допустим, для академической живописи, а-ля, там, допустим, голландский натюрморт, и вообще, вот, академической живописи, а-ля старинок. Для живописи эмоциональной, которую мы с вами исповедуем, нужны титановые белила, которые внятно белые. Потому что вы будете смешивать, а оно все не такое и не такое. Так. А, ну, качественный белил, да, вы можете любую фирму использовать, но... Ну, вот рекомендую, например. Например. А что это за фирма? Да есть. Что там написано? Гамбок. А, да. А, нельзя. Ну, гаммовские белила фирмы Гамма. Нельзя их. Вот, гаммовские белилы, на мой взгляд, самые классные. Поэтому, если начально наткнетесь, купите себе в запас. У них консистенция, ну, просто идеальная. Белость... Белая. Самая белая, вот из всех. Вот. И когда мы с вами, имея на палитре всего пять цветов, ну, четыре, потому что белый, нельзя рассматривать серьезно, как цвет, он как вспомогательный. То есть, всякого рода разбил. Когда мы имеем на палитре так мало, то, конечно же, мы очень быстро осваиваемся. Что я получаю от смеси голубого с желтым? что я получаю если голубому и желтому добавлю берем то в пользу голубого то в пользу желтого то в пользу белил и в пользу голубого то в пользу желтого и пользу берем причем интересный момент некоторые художники даже делают себе такие карты а можно палитру на холст подставить сейчас я понадоблюсь его разминать человек задувает что нужно смешать и можно создать себе карты цвета размещаются в любом порядке или там на белом можно подвести некий порядок ну честно говоря не можно порядок ну вот я видите отдельно немножко отбросил убелила потому что пачкакливая история если будет будет рядом много подмешиваться голубого к нему ну что в общем то из этих из этой жалкой кучки даже смешно устраивать серьезный порядок ну то спинать их как-то все-все-все там еще значит у нас еще есть проблема разбавителей часто мы покупаем тройник там у нас в магазинах часто покупают те когда приходят в магазин и пишут что мне купить в качестве разбавляющего ему говорят купите тройник тройнике разбавитель то есть либо это будет скипидар очищенный либо white spirit очищенный и он такой водянистый даже как бы немножко как водочка то есть такой вот смысле разбавления растворения но это разбавитель не растворитель то есть это просто разбавляющее вещество а есть тройник который продается и часто его предлагают новичку а он немножко вязкий потому что в нем и масло и сикотип и вещество масла сикотипы делают его немножко вязким чего нам для первых этапов особенно для первого слоя не очень удобно поэтому тройник вообще как бы классичен его можно использовать и на первом и на втором и на третьем и на десятом сеансе но мы больше обращены к тому чтобы за один сеанс выстреливать картину потому что как только начинается второй сеанс начинается сознание само начинает по этой сухости по этой сухости начинает вырисовывать она невольно это делает и как только мы начали вырисовывать началась каторга ну и соответственно мы не знаем куда двигаться мы до какого-то момента до вырисовывали картина рассыпалась по она перестала иметь эту цельность и мы поняли что мы бездарь и мы чего-то не знаем чего знают поэтому для нас в основном разбавитель но если мы таким берем какую-то вещь которую потом следует описывать то конечно такого рода вещи во первых желательно первое время просто не брать не надо себе портить настроение а во вторых если мы уже берем такую вещь то второй и третий и четвертые сеансы мы должны четко представлять что именно мы будем написывать не переписывать картину на что всегда рука настраивается все время хочется и здесь писать и здесь мы обязательно рассыпем картину вот как ни странно вот этот первый этап первая закваска картин закваска холста и первые шаги в картины они очень легко очень там краска живая поэтому все взаимосвязано все все перетекает в одно в другое все гармонизировано но когда мы начинаем вырисовывать вот поэтому и задачи надо брать которые можно выстрелить с одного раза я прежде чем покурить сейчас начну покажу а потом каждый из вас пока я буду там курить болит из вас сможет попробовать что вы но так и обали палитру покажет смешаем а когда я еще хотел один лишь только если можно на холд чтобы было сюда некоторые художники и не только а уж по данным новичкам стоит сделать ну художник конечно не делает себе из этих красочек поминки он уже помнит так давно он часто берет 10 коричневых выставляет вот сюда допустим и степень разбела степень разбела разбеливает все все белее и смотрит на оттенки и вот если ему допустим какой-то нужен оттенок или допустим голубые у него расставлены голубые и он смотрит этот разбили этот разбили этот разбили стоит особенно вот с этой компании из нескольких раз мы допустим берем разборитель немножечко то есть мы кисточками не моем не не промокая просто берем жидкость для разжижения и вот допустим мы создадим себе некую карту вот такой без разбила то есть мы видим его без разбила мы можем так сказать ориентироваться что будет если он будет тонким слоем на холсте очень хорошо видно что будет вот он же в разбили можно еще один усиление разбила совершить и посмотреть ориентируемся что мы имеем от разбила вот допустим по соседству я пальцем чтобы кисть уже испачкалась вот у нас желтый а вот допустим желтый в разбили а карта будет состоять ну желтым разбили конечно не интересно и собственно и голубой разбили тоже достаточно а интересно в карте как они между собой звучат вот допустим можно сделать карту зеленых цветов можно желтый поместить сюда и начать и даже прибавить этому час коричневый почему прибавить коричневый его допустим смешание одного цвета с другим причем по мере разбили вание то есть мы сможем разбилить это дело и допустим мы смешали голубой желтый получили тупо зеленый а вот пользу голубого пользу голубого другой оттеночек а вот в пользу желтого еще оттеночек а вот еще сильнее в пользу голубого и может быть в пользу разбила это тоже зеленый потому что листья часто отражают небо под каким-то уклоном ну как я тут вот и вот такие есть оттеночки часто и в тени и прочее то же самое разбил в пользу желтого вот мы видим некую карту теперь у нас запустим есть коричневый что будет если вот к этому добавить коричневый или допустим с синим коричневый то есть разбросать их как-то разумно на холстер я думаю вы согласитесь что в тени в солнечный день в тени чернявая тень до в солнечный день у зелени нарядный желтоватый свет на зелени а тени такие аж чернявые будут например это зеленый в тени плюс к нему же желтота еще какой-то вариант ну вот наши оттеночки мы можем просто сделать себе карту и даже иногда просто на досуге посматривая или с картинкой какой-нибудь вот и так сказать просмотреть что и как звучит ну и плюс конечно белила посмотреть как это в разбил и вот сделать себе ну примерно то есть какую-то логическую взаимосвязь из этого сделать так чтобы было понятно голубой и желтый вот они где-нибудь здесь по этой траектории допустим разместятся голубые и белые разместятся желтые и коричневые это вот кстати об охре есть понятие охра вот мы берем разбил коричневого а вот добавляем ему желтый мы получили практически получили охристый цвет мы можем добавить к этому чуть-чуть красноты и уже золотистая охра можем добавить белил еще какой-то вариант охры а можно взять чистую охру которая ничем нам не скажет и ничем нам не поможет но тогда у нас всего пять цветов четыре практически берега не все то конечно мы очень быстро запомним эту молитву очень наш мы будем ее знать как очень быстро быстро будет потому что 10 раз смешаем и они будут как родные вот эти краски а если мы будем прибавлять новые новые то конечно у нас начнется разновой мы забудем как звучат те или иные ну допустим а розовым тоже что выскажу розовый вот этот краблак розовый прочный мастер-класса фирмы самый приятный по по цвету в разбили ну видите кисть уже на что припачкалась вполне симпатичный в живом состоянии и все это можно прекрасно мешать вот допустим красный желтый и более алый цвет возник более ну тоже и красный подмешать можно сделать отдельную карту ну прямо несколько карт себе составить таких отдельную карту зеленых отдельную карту зеленых обязательно коричневый участвует потому что он говорит подмешиваясь дает разного рода усложнение вот допустим с коричневизнами зеленца тоже имеет мы часто видим деревья вот такого цвета вот особенно сейчас вот поэтому сделать карту зеленых из этих троих плюс белила сделать карту рыжих желтого розового и может быть плюс коричневый то есть вот просто сделать себе эти карты и так периодически на них поглядывать если мы забыли что из всего получается откровенно забывают до смешного сидел вот девочка училась и друг спрашивает меня слушай а как фиолетовый получить давай сама вспоминай ну действительно посмотрел проследовал кисточкой розовый синий есть вещи которые иногда забываются но в общем то когда мы часто пишем но она там не часто вот это по поводу палитры то есть скупая палитра примут запомните вот описать скупая палитры держаться ее железно вот прямо код даже себе ничего не позволяет на моих руках можно там немножко изыск потому что я знаю а вы уже под моим постом как бы увидите как это поучаствовало но домашней работе надо прямо выручить эти красочки вот палитра сама вы видите на холстике да ну красиво же когда круглая палитра правда приятная аккуратненько поэтому вроде как не очень опрятненько но только эта палитра всем хороша а то не всем я думаю все из вас что вот этим инструментиком мастихином пользовался по деревяшечке палитры заметили что она сопротивляется замесу деревянка по такой поверхности она сопротивляется трудно вот на этом уже палитра не сразу не не долго сохранит свой глянцевый а и на глянцевыми счетами а здесь холстяга перед нами прогибается и мы моментально делаем внятный замес то есть холст полностью послушен поэтому палитру лучше сделать из какого-нибудь холстика а зернистость все равно главное ее превратить в грязные то есть не на белой палитре а в такую грязцу превратить затереть там все виды красок просто сделать такой вот и может тряпкой растереть высохла все у вас хорошая палитра и после в конце после урока после каждого вашего огня это сеанс как вы подписали вы красочки вот эти пособирали палитры вот эти вот красочки пособирали сдали с тряпочками у себя и выкинули а центральное вот это место затерли тряпкой и у вас петлячок для работы и а эти красочки они сохнут не быстро поэтому они у вас по краю остались и очень хорошо это живут ну периодически они уже тоже приходят грязное состояние поэтому иногда их сбриваем особенно если они уже готовы затвердеть и высохнуть чтобы палитра не превратилась кучу гурой краски хотя превращается в кучу гурой ничего работает ну художники ленинский иногда значит вы поняли да центр разгребли в конце своего сеансика тряпочкой затерли и вот этот грязь царь который образовалась от затирания вас устраивает тряпки постоянно новые надо использовать я покупаю рулоны тряпки прям на складе беру потому что бумажки или какие-то еще тут надо много зернистость холста средняя зернистость холста склоняется больше к мелкой зернистости но не мелкая но не мелко зернистость то есть есть задачи которые можно и нужно выполнять особенно академического толка когда мы собираемся послойное письмо новосеансовое делать там да там это чтобы лицо было не не зерно было видно на лице а мазочек укладка по форме а да это мелкая зернистость да ну не следует здесь пока вот просто на год у вас за год у вас за год расширится кругозор вы ко многому присмотритесь но тогда вы уже сможете себе позволить какие-то необычные красочки ну или обычные просто разноцветительства красок и сможете подбирать другие холсты под новые задачи и прочее прочее и по поводу холстов еще один момент вот и лично у меня так вот бог дал я ну со многими работал но вот сейчас у меня есть поставщик который поставляет мне холст итальянский но слово итальянский в данном случае ничего потому что такие же китайцы делают везде но этот холст делает завод четвероэтажный который этим холстом занимается уже много лет четвероэтажный завод который производит одни только холсты и соответственно качество покрытия ну просто идеально у него есть разные холсты и мелкие и крупнозернистые и на хэбэшной ткани и на льяной вот кому как угодно все это значит рекомендую холсты покупать у меня особенно если мы решаем задачи а-ля мои которые я вам навязываю задачи вот вам желательно покупать то есть они у меня по цене салонных такие как салоны вот поэтому но качество идеальное потому что часто люди покупают холст потом говорят слушай а почему я делала я говорю ты холст у меня делал нет я там купила а он допустим и жидкость вот которую мы налили допустим разборитель и саму маслянистость из краски сразу взял и впитал и и стала очень терпко работать она говорит а почему я говорю ну потому что недостаточно там может быть желатина положили еще чего-то прослойка не состоялась грунт впитал в себя вот эту маслянистое и стало очень вязко как на картоне вот можно себе представить если вот сухой сухой картон да положим в краску масляную масло уйдет и останется вот невкусно не так ну так вот если мы вдруг вот прямо сейчас с чего-нибудь сложненького и начнем ну вот допустим допустим у нас фотографии не не картина а фотография девушка танцовщица почему я в данном случае беру картину на картинах уже все решено вот если на фотографии нам еще предстоит решить то на картине уже решено наша задача просто пройти тот же путь еще один момент копирование мастеров самый быстрый путь совершенно то есть не очень для всех всегда проблем срисовывать или не срисовывать вся живопись это одно сплошное срисовывание даже если я придумал идею я ее себе там где-то набросал вот здесь у меня человек вот здесь гора вот здесь дракон но потом я открываю интернет на сегодняшний день или как в прошлом беру блокнот и делаю зарисовки для человека для дракона для сюжета горы вот то есть мы все равно материалы постоянно используем Шемякин кажется так он вообще который в Америку уехал так он по моему для художников собирается сделать какую-то гигантскую в интернете картотеку с материалами ну что человек когда ему нужно что-то нарисовать не парился зашел к Шемякину все нашел поэтому вопрос о срисовывании должен вообще быть снят с повестки дня это ну какие-то предрассудки детства а ты срисовал а ты срисовал типа это каждый дурак может вот ну можно вопрос еще по кистям может не совсем кисти тоже очень хорошая тема ну просто хочется вам еще накалякать чтобы вы потом тоже постояли немножко чтобы не только руками махать а и нет кисти надо ну все ну так вот значит по идее каждый нормальный человек знает что надо сначала что-то там нарисовать на холсте да что-то нарисовать нарисовать внимательно карандашиком стоять чуть ли не целый сеанс убить на то чтобы прорисовать вот эту куклу чтобы потом деликатно обкрашивать обкрашивать эту линию чтоб не дай бог не зайти ну это сумасшествие хотя все им заняты и учителя в этих студиях дают именно по такой технологии как правило вот занял на 3 часа там же немножко денег ну там 50 грн заплатил за урочку и тебе дали карандашечек и ты целый сеанс сидишь там ковыряешься а тот может тебе покурить посмотреть в интернете что-нибудь и так далее вот ну у нас немножко другие задачи наша задача научиться значит можно конечно сделать карандашный рисунок мало того можно его сделать по клеточкам не грех классики тоже делали по клеточкам вот они сделали себе эскизик будущей картиночки там что-то у них нарисовано тут здесь нарисовано и они смотрят да хорошо вот как-то вот сгармонизировано все очень как-то культурненько они это все поделили на клеточки перенесли на большой холст они делали эскиз потому что вот очень уж хорошо вот эта линия у них там получилась для них это важно вот это поэтому они понимают что если они будут сейчас от руки снова искать ее может быть она будет в другом месте поэтому под клеточкам не грех можно поступить еще таким образом взять полиэтилен прозрачный взять полиэтиленчик такого размера и сначала по клеточкам перенести на него вот это изображение изображение чтобы потом когда мы уже начали приложил и посмотрел а вот здесь я не точно сделал вот здесь вот здесь убрал полиэтиленчик то есть можно ну потому что действительно наш глаз не скоро начнет точно видеть но технологически очень неразумно сделать рисунок а потом его окрашивать и вы сейчас увидите почему значит в живописи маслом мы делаем сначала то что сзади а потом то что вблизи сзади фоновое пятно вы видите что фоновое пятно состоит буквально из трех цветов желтенькие розовенькие и голубенькие голубенькие с желтеньким дали зелененький с розовеньким голубенькие дали сиреневость ну и плюс берег можно на холст набрасываться довольно нахально аж вот так почти как мокрая акварель буквально набрать наметать краску на холст чтобы было с чем работать может валиком будет нет валиком будет невкусно то в пользу желтого то в пользу то в пользу розового то в пользу желтого то в пользу голубого набираем интересное какое-то цветовое пятно тут же где-то может быть белиться подмешать можно следовать этим пятнам можно новые придумать то есть чтобы не было точной копии чтобы нам потом не стесняться чтобы здесь уже не копировал можно немножечко уйти от точного копирования я прям подливаю жидкость и навязываю 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 краску то есть вещество краски на холсте нужно а раздавитель раз без запаха? ну слабо пахнущий он называется слабо пахнущий ну вот те кто был на уроках они знают что я когда вот что-нибудь вот такое делаю я обычно зову посмотреть потому что действительно штука очень ценная ну вы видите что в принципе уже красиво да? уже на это смотреть можно уже там можно что-то указывать себе еще один момент новичок как правило держит кисточку перпендикулярно холсту вот так практически все все держат вот так как шариковую ручку ну и некоторые еще умудряются еще какие-то способы как шариковую ручку они держат там по-разному иногда разные способы но обычно это все-таки вот так перпендикулярно значит художник как правило работает либо значит кисть если мы работаем кистью кисть это практически как карандаш и вы я думаю видели и в лечебном рисовании где-нибудь что кисть вот так держит большая она не очень понятно карандаш вернее карандаш держит вот так штриховательно рисовательно но он все время лежит параллельно холсту то есть лежит кисть не торчит не не это не стыдно просто привычка что мы вот так рисуем действительно какие-то очень мелкие подробности можно стать и потом вырезать перпендикулярно холсту но общей массы общий рисунок даже линейный рисунок лучше делать лучше делать лежачей кисти например вот нам у нас задача нарисовать дерево можно вот так давайте пойти и рисовать какую-то веточку одну вторую но как правило когда мы рисуем вот эти вот веточки мы привыкли что дерево это вот так ну обычно наречок рисует дерево вот и чтобы его от этого отучить особенно важно чтобы он взял кисточку вот так лежачим по отношению к холсту в состоянии положил кисть и начал вот такое вот такое извращение в мокрый холст легче вводить краску поэтому я перейду сюда то есть гонять гонять вытягивать вытягивать коряжистость да дерево коряжистость то есть линия идет вот под такими вот под такими рваными движениями либо вытягиваем тоже вытягиваем где-то подкручивая тоже немножечко поддрыгивая рукой и у нас появляется красивая интересная линия дерева там если дерево портрет дерева не обязательно делать таким подробным как лицо поэтому там конечно же могут быть уклоны не вполне точными но если мы характер дерева подглядели то все очень может быть похоже на продукт значит либо вытягиваем линию либо втягиваем если речь идет о деревьях и главное кисть лежит на холсте кисть лежит когда мы на штрихов а мы постоянно на штрихов короткий настойчивый штрих обычно даешь кошель Tucker percent сколько хочет onomy новости то марш на 哎 б нет короткий открытий конки 45 раскрытия ます когда Кроме такого образа фонтика, фонтик может быть решен тряпочкой. Вот, допустим, мы накидали кисточкой красочку, а теперь взяли тряпочки и немножко создали вертикальный ритм. Это могут быть шторочки для нашей куколки, на фоне которых она стоит. Вот это уже тоже, смотрите, более-менее симпатично. Можно потом еще, можно до более сухого состояния довести или до более распределенного. Можно вот такие вещи делать. То есть тряпка, посмотрите, организовывает пространство достаточно интересно. То есть она, вот есть понятие организовать пространство. Кистью часто мы не знаем, а как сделать так, чтобы это было интересно. А вот такие вот всякие технические заворочки, они могут дать интересное. Просто в силу того, что она, ну вот такая пляшущая эта история. Можно фоновое пятно сделать, допустим, мастихинчиком. Сейчас еще попереду красочкой. Фоновое пятно это очень сложно. Однажды какой-то там, какому-то художнику великому привели ребенка и сказали, может он вам, ну или там не ребенка, а своего сына взрослого привели. Может он хочет у вас поучиться, хотим, чтобы он получился. Может быть он хотя бы фон будет так хорошо. Я фон до сих пор не начал. Поэтому фон самое главное, организация пространства в фоне. То есть, чтобы он был интересный, чтобы какой-то живой, ну вот там забудный какой-то, какая-то организация этой пустой плоскости, да? Какие-то вот полосочки, рисочки, звездочки. То есть, организация задника, она важна. Вот там тоже, что-то там неровное, да, не выкрашенное, а где-то внизу вообще акварельно, а вверху были куска. То есть, организация просто. Это может быть сделано в том числе, например, мастихином. То есть, какими-то, какими-то, вот такими рваностями. Плошмя, прямо плошмя мастетином, плошмя, можно создать вот эти звуки. Вы потом подойдете, тоже попробуете, чтобы просто все это действительно сразу осело немножечко. Потому что, когда рукав поучаствовало, все это оседает. То есть, какое-то баловство в фанровом пятне можно создать. Особенно, когда мы только что влагу кинули. Он особенно хорошо играет с этой влагой мастихином. То есть, живенько играет. Вы видите, достаточно интересные происходят. И вот в этом пространстве, допустим, мы будем создавать. Ну, пока, допустим, будет некая пустота, которая... Ну, никакое пановое фитно, которое мы потом доупакуем до какого-то другого состояния. И, допустим, у нас проблема рисунка появилась. По новое фитно мы кинули. И вот этим инструментом, взяв, допустим, его вот так, поджав пальчики, взяв острие, чтобы острие чувствовалось, мы можем начать создавать рисунок. То есть, мы для начала просто вырезаем себе... Холк пораненький практически невозможно, поэтому без страха создаем эти основные линии. То есть, где-то в этой части чуть-чуть смещена вправо, в этой части, в принципе, фигура. Вот этот ствол фигуры мы чуть-чуть себе накинули. Если мы не попали сразу, мы, опять же, пальцем тут же упразднили рисунок. Вот наша шестерка. То есть, мы тут же упразднили линию, если она не в том месте. Мы видим, что где-то в середине это палочки, на которые она опирается. Чуть выше середины. Ну, можно чуть выше. Становка тоже. Вот. Допустим, у нас нога. Допустим, у нас платье. Можно иногда и не вот так держать, а просто даже вот так вот держать. Подрезать, подрезать, достать этот рисунок. И увидите, что он выбивается и появляется силуэт необходимый. Там где-то мы плечики увидели, где-то увидели одну ручечку, вторую ручечку, головочку. То есть, рисунок немножко уже появился. Но он появился в среде. И это очень важно, что он появился в среде. Потом, допустим, у нас есть необходимость высветлить его. Мы, допустим, взяли тряпочку и в этом месте чуть-чуть достали краску. То есть, мы не полностью ее вытерли. У нас немного краски осталось. Еще осталась она на периферии, которая будет подмешиваться. Вот. Но мы уже можем в это пространство более удобно вложить, допустим, берила. Причем, можем даже в начале, чтобы не переборщить с количеством краски. Палец, когда укладывает краску, у него есть способность не переборщить. Он контролирует ситуацию с количеством краски. Поэтому пальцем можно набрать основные мотивы рисунка. Допустим, у нас ножичка. Или там две ножки, да? Ножичка. Ручка. И вот, допустим, цвет тела. Мы знаем оранжевит наше тело. Взяли розовый, желтый. И в это уже немножко расчищенное пространство. Ручечка светла. Плечики светлые. И плечикам немножко дадим. Деликатно наполним вещи тонко. Игорь, а можно попросить поменять холсты местами, чтобы отвечать? Нет, так он туда поставит, будет еще лучше видно на камеру. Ну, я буду вот так, то сяк, поэтому это не леп. То же самое, ручечки. Обратите внимание, что палец еще и круглит как-то. То есть, особенно когда речь идет о фигурочке, вы всегда можете воспользоваться вот этим инструментиком. Ножичка. Посмотрите, круглит уже. Хотя ничего особенного не делалось. Личечка там какое-то. И вы, когда подойдете, обязательно попачкайте пальчики, чтобы ощупать, сколько краски легло для того, чтобы мочь с ней работать. Вот эту краску можно гонять бесконечно. Мало того, если я, допустим, чуть-чуть перебрал, ну, допустим, я высветлял и немножко перебрал краски, белил. Я ее пальцем же промокнул и собрал лишнюю и опять продолжил высветлять. Опять добавляю новую, сначала убрал, а потом добавляю новую и еще высветляю. И вот это вот сиятельное состояние укладки, да, оно как раз нам на руку. Ну, допустим, вот волосики можно тут же кинуть мастихином и, так сказать, на нашу идею вот эту делать с поступком. Вот мастихин в данном случае волосам даст некий поступок. То есть просто красивое мощное пятно поставить. Мало того, что оно будет сразу очень выразительно смотреться. Где-то вот стараться, может быть, по форме уложить эти мазочки. Ну, оно и выразительное по темности, да, видите, сразу прозвучало. Вот. И еще и хорошо то, что оно сделано, так сказать, с поступком. Потому что если мы будем вырисовывать там подробности, мы столкнемся с тем, что мы ничего не умеем. Вот. А так очень многие справляются. Ну, допустим, красочка, здесь мы уже, допустим, разобрались чуть-чуть, и нам нужно набрать более светло мастихинчиком. Густую красочку, но меру густоты соблюдаем. То есть такая густота, которую еще можно потом слоем прикрыть. То есть не нашпатлевываем и нашпатлевываем красочку, а соблюдаем ту меру, ну, как масло в хлеб вмазываем. Не кладем кусок, а прямо вмазываем. И немножко под наклон на конек ставим мастихин и как бы перед собой придавливаем красочку. И она укладывается плотно, красиво. А без густоты его разбавлять не надо? Да, в данном случае уже без разбавления. У нас достаточно влаги на холсте. И мы сейчас и пальцем ходили без влаги, и мастихином тоже прямо густую краску брали в чистом виде. У нас еще есть эта ручка. То есть все, вот прям попробуйте, вот кому не ровно упачкаться, попробуйте ощупать вот это количество краски и вообще общение с краской прямо-таки на краску. И попробуйте вот это движение сделать обязательно. Вот какая-то веревочка, вы видите тут же и пальцем можно помочь себе. Какие-то там рыжести с этой стороны у белого, то есть теневые места. Мастихин часто просто даже штриховывают. Можно вот такие поступки совершать мастихином. А мастихин любой можно использовать? Мастихин тоже, это серьезная проблема появилась вот с этим мастихином. Все смотрят мои фильмы, эти обучающие, и скупили все мои стихи. Ну вот Макс знает, как их делать, так что будем скоро буквально сделать, потому что обращаются они, а нечем. Так, это вот допустим, просто для того, чтобы вы ощупали, если вы улучшите, пока я буду курить, будет хорошо. Прямо буквально пощупать, как звучит вот эта вязкость. Чтобы мощность на сайтной работе потом это проделывать. Можете уточнить плечики. По такой траектории идти пошли. Можете даже пощупать пальцем вот такие мазочки. Просто вот чуть-чуть, чуть-чуть ощупайте это. Да? А я покажу. А я покажу, а то, чтобы только мне подойти. Игорь, чай поставь, не надо? Давайте с кончиком, да, попробуйте. С кончиком попробуйте. Почупайте. А чинчик-то просто, да. Который за вас. Светлый, светлый. И вот мы, допустим, будем разбирать тему светлого, яркого, солнечного дня. И вот разбирая эту тему, мы выясним, как работать, чтобы это было не... Вот, допустим, у нас фотография. Красивая фотография. Где-то мы были. Там есть тень внятная. Есть свет солнечный. Залито все солнцем. Какие-то домики. Но если мы просто будем срисовывать на фотографии, допустим, сероватые тени, то это будет просто скучная, неинтересная работа и нам, и будущему зрителю. Что делают художники? Они, допустим, всю теневую, которая есть на картине. Допустим, от домов тень. Стена дома в тени. Тень от дома. И лоскутки света между этих теней. Художники часто берут синий и покрывают все, что в тени, этим синим. Накально покрывают, ну, разбеленным, допустим, всю теневую часть. А всю световую часть разбивают, допустим, выкрашивают, ну или кладут краску разбелу оранжевости. Легонькой оранжевости, но сильный разбил. И у нас получается, внятная теневая на холсте, то есть два фитна мощных появляются. Внятная теневая, внятная световая. И уже в рамках световой мы разрабатываем подробности, мелкие подробности. И в рамках теневой мы разрабатываем эти подробности. Но у нас синий уже кричит синий в теневой. И оранжевый разбил мощный кричит в световой. И мы уже копошимся внутри этих пятен. И тогда получается живопись. Тогда получается вот эта вот преувеличенность. Но надо увидеть, как копошиться в теневой и в световой. То есть понятно, что есть в книгах иногда раскладки этих. И смотришь, да, вроде все разумно. Ну, трудно, вот пока ты не видишь природу вхождения в этот синий, допустим, который вот на картине наполовину все в синем. А здесь вот кустки мощные оранжевого. Пока ты не видишь, как войти в это, конечно, очень трудно сориентироваться в самостоятельной работе. Поэтому хотя бы увидеть, как это сделать, вы это сможете. Или, допустим, у нас проблема будет портрета. Есть проблема романтического портрета, который нам посилен. Это мы сейчас, кстати, попробуем немножко. Нам посилен романтический портрет, то есть приблизительный портрет. Даже если мы угадываем черты лица в этом портрете, ну, скажем, полные губы, даем полные губы. Если мы, допустим, хотим тонкие губы, даем тонкие. То есть мы, как бы, перечисляем приметы человека, но не в такую меру, как академический портрет, который дает полную точность. То же самое, идея ню, то же самое идея цветов и так далее, и так далее. То есть мы будем брать прямо тематическую, то есть часик я поговорю об чём, а два часика мы буквально расследуем, как писать то или иное. И вот можно будет приходить и зачерпывать потом для домашней работы. Ну, это в плане экономии средств. Конечно, разумнее всего хотя бы пробник сделать на уроках. На уроках со мной. Для того, чтобы вникнуть и ощупать культурно. То есть на уроках что происходит? Ну, я загоняю картину к результату. Человек, конечно же, в процессе будет скреляться. Вот. И я его буду, я его всегда загоняю к результату. То есть кто-то ошибся, я ему обращаю внимание на ошибку, либо стираю, показываю, как стоило делать. И в итоге он всё равно приходит к результату. Поэтому 80% в любом случае рисует человек, как правильно, ну, в среднем. Есть, конечно, послабее люди, посильнее. Вот. Но в целом всё-таки человек написал картину, он всё ощупал. Он каждый сантиметр картины сам опробовал. Бывает так, что я, допустим, в каком-то пейзажечке две фигурки. Я подошёл, нарисовал эти фигурки, человек доволен, думает, вот я хорошо красивую картинку несу домой. Вот. Я их тоже снимаю и говорю, ну давай теперь сам. Вот. Ну и он, конечно, щупает. Ну, если он не заправляется, то, конечно, я и снова захожу туда, и снова поправляю. Вот. Сейчас запустим, ну, допустим, попробуем немножечко, попробуем столкнуться с пакетом. Как бы я сейчас беру сложные вещи, может быть, не обязательно было бы сложные. Ну, просто для того, чтобы вообще оценить для себя возможности, что возможно это или невозможно. Ну, что касается фигурки, только я что хотел ещё сказать, что можно, опять же, от того, что краски мало, то есть можно пользоваться пальцем как стёркой тут же. То есть, если мы где-то не точно совершили подстереть, подстереть, подвинуть одним пятном, подвинуть другое, да? Одним пятном, подвинуть другое, то есть, или наоборот, надвинуть это пятно наружу. Допустим, вот голова преувеличена, да? Ну, сбрели голову, ничего страшного. Сбрели, уточнили, снова вернули фоновые мутности и снова-снова уточняют. То есть всё в масляной живописи, в отличие от аквареля, от других материалов, всё поправимо моментально. То есть, можно тут же, мы же можем целые сутки провести с краской, и она не высохнет. То есть, мы можем гонять и гонять эту краску, а она всё послушливая и послушливая. Что, конечно, выгодно её отличает от других материалов. Скажем, не рекомендую вообще пользоваться акварелью сразу. Это вообще самоистязание. Я думаю, что те, кто пользовался, знают это, да? В акварели, ну, кроме мокрой акварели, какие-то заливочки, отражения в воде, ну, там, да. А после масла же её уже и не хочется? А после масла и не хочется, потому что берёшь в руку, маешь вещи, а там, ну, в тумбочку положил. Как правило. Ну, хорошо, если оформил, если было что оформить. Вот. Ну, в масло, так получается, что даже каляки-маляки в масле звучат. А в акварели это вот такой бумажечкой, ну, только в тумбочку. Ну, а потом собрать стопочку и выложить. Вот. Сначала скапливать, потому что, а вдруг что-то в этом есть. Ну, что-то есть и всё, смотришь, да? Пожалуйста, иди. Абстракция. А что это? Абстракция. Это была попытка. Не моя. Это была попытка совершить акт медитации. Медитации с кистью в руках. Абстракция. Ну, вот у человека так. Ну, включила, да? Например. Ну, гамма очень хороша. Абстракция. Ну, да. Абстракция. 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 Витно. А потом витно фигуры нарисовать. Почему не стоит сначала рисунок, а потом обкрасить? Минимум, потому что всё должно вписываться одно в другое. Это минимум потому. А ещё и потому что... Так, мысли сейчас вылетел. Сейчас я подыру. Ну, потому что. Да. Почему нельзя сначала нарисовать, а потом обкрашивать? А, потому что мы видим от пятна лучше, чем от линейного рисунка. Проволочку линейного рисунка мы плохо видим. Мы ещё не воспринимаем проволочками окружающий мир. Проволочка линейного рисунка. Мы не воспринимаем это. Линейным рисунком мы окружающий мир не воспринимаем. По пятнам, да? Силуэт. По пятнам мы видим силуэт человека. Мы ж не проволочку увидели, мы увидели силуэт. Поэтому, сколько бы мы не тужились в проволочку, ну, конечно, там, методом усердия какого-то можно добиться более-менее сносного результата. Но от пятна мы сразу видим силуэт. Ага, отошли. Так. Ну, по-моему, сместилась в сторону. Или голова слишком крупная и тут же уменьшится. Если мы нарисовали карандашиком, то, наверное, голова будет очень крупной, ноги очень толстые или, наоборот, очень худые. От пятна мы всё-таки видим. Поэтому от пятна рекомендую годик прожить от пятна. И вот, например, вот у нас идея портрета. Ну, мы опять возвращаем фоновые какие-то истории. Вот. А вот эти тематические уроки, конечно, очень рекомендую, потому что можно действительно и не заплатить за урок толком, серьезно, а зато познакомиться с задачей. И потом прийти домой и пописать. Может быть, даже стоит сначала столкнуться с проблемой, пописать дома после семинара, прийти домой и пописать, а потом прийти, показать, что получилось, и уже эту же задачу или аналогичную сделать уже на уроке. То есть сначала вникнуть в проблему, появилась проблема. Потому что на уроке, конечно, проблема как появляется, тут же исчезает. Я их подрубаю сразу. Вот. Но так вы столкнулись с проблемой, вы выяснили, где у вас слабые места, потом пришли, мы по этим слабым местам немножечко прошлись. Ну вот, допустим, мы сейчас с вами портретишку попробуем. То есть вы видите, кисть у меня параллельно толстую, я штриховательно набираю какой-то хаос фонового пятна. Вот там тоже какой-то хаос. Опять же, вот эта история с пятном. Головочка у нас касается середины, но смещена в левую часть. Ну вот мы ее прямо так и сделаем. То есть вынули красочки чуть-чуть. До, так сказать, сухонького холста. Опять взяли. Да. Достаю силуэт головы. В данном случае пока только лица. Можно в несколько пальцев, чтобы быстрее это сделать. Набрали. Набрали. А, еще очень важно. Работаем не острием пальца, не острием, не острием пальца работаем, а подушечкой. Ну, мне очень удобно этот палец. Не знаю, некоторые почему-то, особенно георгики, очень любят вот этим пальчиком работать. Лучше, ну, не знаю, вот этот более активный, он лучше прогибается. Но этот все-таки указательный, а этот, наверное, все-таки модерировательный. И вот мы, допустим, набрали некое пятно головы. Тоже. Контроль за количеством краски. Палец, или, скажем, рука, есть руки. Лучше контролирует количество краски. То же самое кистью. Красочкой будет переводчик, и нам уже с ним будет трудно работать. А так мы по-прежнему можем все спокойно уточнять. И вот, допустим, волосы. Ну, вот если их положить мастихином, то это хоть на что-то уже будет похоже. Просто придавливая краску, раздавая вот такими красивенькими локончиками, То есть это же приблизительный характер укладки, да? Нельзя сказать, что волосы вот такие. Но, тем не менее, это звучит. А если бы мы попытались рисовать кистью, попытались бы полную точность головы дать, то у нас были бы проблемы. Мы еще не умеем вырисовывать так, чтобы это было ладненько, разумненько. А вот такое мы можем. И это, кстати, вполне в духе современной живописи, в духе современных пристрастий зрительских. Ну и тем более, что это, в принципе, красиво. Допустим, мы сделали намек на овал лица. Чуть-чуть добавили волосиков туда, под подбородочек. Еще один момент. Ну вот те, кто учился в школах, знают, что цилиндр штрихуется по цилиндру, для того, чтобы показать его круглость. То же самое рука. Если это толстая, натуральная величина рука, то мы штрихуем нарочито по цилиндру, и она у нас автоматически круглится. То есть важный момент. Вот. Ну, это обычно вот проходит, вот дети изновительно рисуют цилиндры, штрихуют. Это все очень хорошо. Но это у них есть на это время. У нас мы должны делать руку и ее делать как цилиндр. Тогда мы это быстро все постакиваем. Шар, конечно, он немножко другой. Там, допустим, свет отсюда. Вот. Но голова как бы шар, но она немножко и цилиндр. Поэтому хорошо. Ну, немножко цилиндр. Поэтому желательно штрих создать по цилиндру, чтобы она сразу невольно чуть-чуть круглилась. То же самое шеечка. Не как-то так вот по стволу, а наоборот по цилиндрику. И она у нас сразу становится колонной, красивой, мраморной колонной. То есть по цилиндру желательно работать такие вещи. И вот, допустим, у нас там какой-то рисуночек у этой головы. Он краснит. Вы видите, да? Я взял красный, коричневый, немножко желтоты. Тоже вот эти церемонии с названиями красок можно лучше прекратить. С краской ручиноты. Желтая, розовая или там красная, коричневая. А не так, что подай мне морское лище темное прозрачное. Ну, то есть, как она ты с ней. Желтота, грязно там, мута там. Какой это цвет? Ну, вот мута какая-то. И вот, допустим, раздадим теневые, да? Вот мы дали светлое облако, а теперь раздадим теневые. Вы видите, глазки, и даже если не видите, то поверьте на слово, глазные впадины, они как очочки на лице. То есть, слегка темнее, чем все остальное, чем вот эти открытые к свету места. И вот мы их сразу как очочки набрали. Под носиком обычно, обычно свет сверху, и под носиком теневая. Губочки. Сразу наберем их просто два червячочечка. Два червячочечка. Можно сразу дать такой, например, приятненький цвет. То есть, не пытаться сразу вырисовать силуэт губ. А дать просто нежненькое пятно. Ну, соразмерно тому, если это мелкие губы, тоненькие, то мельче дать. Если это пухлые губы, то и теневая под нижней губочкой. То есть, у всех у нас под нижней губочкой есть ямочка, как правило, у всех. В данном случае еще немножечко выражена линия носа. Вот, допустим, глазки тоже всегда проблема. Сразу мы начинаем рисовать рыбку глаза. Не надо рыбку начинать. Стоит начать, допустим, вот с таких точечек, которые будут смотреть из этих очочков теневых. Просто, чтобы они уже посмотрели из этой тени на нас. Вот они уже смотрят, правда, немножко? Причем, если мы отойдем немножко, мы увидим, ага, может быть, этот глазик стоит подвинуть ближе сюда. Может быть, или этот куда-то подвинуть. То есть, даже вот эти вот две бусинки уже где-то немножко смотрят. То есть, это как подступиться, допустим, в портретах. Просто вообще, как подступиться в портретах. То есть, собственно, это же у нас происходит и на уроках, поэтому я как бы анонсирую, что может быть, когда мы попадаем на урок. Вот. И уже имея вот этот каркасичек темного, мы можем начать уточнять. Причем, часто теневые человек воспринимает как серый цвет, как темный просто цвет. На лице и на фигуре лучше всего использовать легкую красноту рисунка. Ну, скажем, ноздричка, так по виду черная, вот если так, посмотрите на ноздрю, ой, черная, нет. Ноздричка краснит, тогда в ней есть эта живиночка. Кровиночка, да, но как палец на свет, когда он немножко как ягодка прозрачная. Вот эта линия между губ, как правило, ошибка, делают тоже коричневый, темный, мрачный. Как упокойничка. Ну, упокойничка отхлынула и чернит эта линия. А здесь не отхлынула, поэтому с красниночкой, коричневой с красниночкой. И вы видите, достаточно приятное содержание вот этой линии. Мало того, нарисовав даже, может быть, даже уже прорисовав чуть-чуть какие-то первые намеки на форму, ну, допустим, даже мы что-то уже прорисовали чуть-чуть. И даже это имеет смысл на время смягчить, смягчить, чтобы идти от туманчиков, а не от жесткого рисунка. Не сможете, не справитесь вы с жестким рисунком, а с таким романтическим приблизительно можно справиться. Там линия носика, и вот мы ее примерно себе обозначаем. Тоже, видите, жестковато легло, да? Тут же пальчиком в мутату загнаем, в легенькую такую, мутненькую. Рыбка глазика. Верхняя века, и ресницы длиннее, и складочка между веком и надбродной дугой достаточно глубокая. Как правило, у многих людей в основном так. Поэтому можно сразу дать достаточно широкое пятно верхнего века. И маловыраженная нижняя. Обычно рисуют равноценные. Но хорошо именно так. То же самое. Ну, допустим, бусинки глаз темненькие. Самое темное место у верхней линии обычно в районе. Тут и самые длинные ресницы, и плюс темнота зрачка, и от этого, конечно, самое темное место получается вот здесь, вот здесь. Рядом с темнилкой зрачка и самой длины. То же самое. Ну, бровочки там какие-то наметить. Самое темное, опять же, у бровочки возле переносицы. Поэтому всегда желательно это выразить. То есть чуть потемнее, чуть повыразительнее у переносицы, и чуть мягче там. Это если не брать черты лица, просто общую схему. Конечно, у каждого есть индивидуальные черты, которые будут появляться по мере. А как с цветами выйти? Если, допустим, рисуют желтыми, то все надо нарисовать желтыми, а потом переходить уже в другом цвету? Нет. Значит, когда я речу о лице, мы сначала в пользу разорезны, а потом в желтоту. Свет желтит, свет желтит. Поэтому, а тело самого, оно же красниночка, ну, кровь, да, там есть. И поэтому сначала мы идем с красниночкой, с розовиночкой. Желтый добавляем, но как бы в пользу розового. А потом начинаем переходить в пользу желтенького, этот же замес, плюс белила. И вот оно все светлее, все желтее. Но на периферике, в этих теневых местах, сохраняется некоторая розовость, которая нас очень устраивает. Еще, если, допустим, речь идет о портрите, ну, опять же, можно все и это же тоже на время смягчить, чтобы нигде не допускать жесткий рисунок. С жестким рисунком мы не сможем справиться. Поэтому все, все время держим вот в таком состоянии. И из этого облака полу-полу-намеков вытаскиваем, все время поддерживая приблизительный характер. И до какой меры мы можем дойти, ну, щупаем, если мы чувствуем, что дальше не... Особенно, когда губы начинают вырисовывать, ну, или глаза тоже. В общем, поменьше вырисовочки. Вот какой-то приблизительный мотив, если он иногда даже нечаянно удался, в живописи очень много нечаянного. Иногда у нас получился кусок красивого, а мы не заметили, что он красивый. И мы его продолжали, и он потерялся. Наоборот, если у нас получился красивый кусок, будь то в новом пятне, то мы его приумножаем. То есть мы заметили, что это красиво, значит, мы и остальные стараемся к нему, вот, в его манерке решить. Или в его цвете где-то обнаружили, о, красивый сочетание. Начинаем в тиражечек. Значит, красивые места обязательно в картине бережу. Вот это можно записать. Надо довериться где-то своему вкусу, что да, вот это вместо красивое. Потому что многие говорят, а я не знаю, где красивый. Ну как не знаю? Знаю. Просто я настолько не привыкла сравнивать красивое и некрасивое, что как будто бы не знаю. Нет, знаю. А, и еще, в портрете очень важный есть момент. Вот если обойти всю классику портретную, классику, музейную классику портретную, вы встретите буквально три-четыре ракурса, которые буквально растиражированы. Один из них, это вот такая модель освещения. Другая, самая распространенная, это вот а-ля Джаконда. Это самая распространенная модель освещения. Значит, если мы выучим хотя бы два, вот мы три-четверти, да, три-четверти порот головы. Мы выучим такой и выучим фас. Если мы просто выучим модель освещенности, сделаем эту задачу, допустим, десять раз, мы в портрете будем чувствовать себя хорошо. Любой портрет, который мы соберемся затеять, мы осветим так. А их вообще немного, я же говорю, три-четыре модели освещенности портрета. Все остальные импровизации, это уже опытные художники, там иногда сложные какие-то рефлексы, какие-то подсветки. Но основная модель, вот Джаконда, ничем же не плоха, но это самая элементарная модель освещенности. Ну скажем, Джаконду как первая легко, потому что модель освещенности очень простая. Вот, поэтому выучить, буквально выучить, не импровизировать каждый раз, вот человек, как попало освещенность, приходишь в онный слайд, не справишься. Выучить форму, как формулу модель освещенности определенной, и тогда уже в этой модели укрепи руку и сознание. Научись в этой модели уточнять, уточнять подробности. Это когда касается портрета. Фигура немножко сложнее, потому что фигура может быть освещена, ну и это все-таки целая история. Поэтому там, конечно, немножко посложнее и сказать, что вот есть три ракурса фигуры, которые стоит выучить. Но зато с фигурой можно более общо работать, какие-то приблизительности. Я даже взял какую-то картинку для примера, чтобы вы могли посмотреть, что да, действительно, это феномен живописи, но при этом это очень легко. Ну вот, скажем, работа с фигурой. Да? Это ж картина. Это ж не каляка-маляк, это не детский сад. Это картинка, которая, может быть, была продана за пять тысяч долларов, допустим. Вот это полноценная картина. Очень видно, что успешно, опытного художника, который может себе позволить такого рода живопись. То есть элементарно. Вот это делается элементарно. И вот эту элементарщину, как ни странно, вы себе можете позволить. Вот то, что денег стоит, вы себе можете позволить. А вот то, что никому не нужно, я имею в виду вернисаж. Умение рисовать. Вернисаж. Ну, понятно, что все не так элементарно, как я уже сказал, но тем не менее. Умение рисовать чаще всего уводит людей на вернисаж. Ну вот, что там рисовать? Там же рисовать нечего. Немножко, опять же, модель освещенности такая, только в другую сторону. Вот такой. Там немножко головы, все остальное это какие-то звуки, звуки, звуки. Звуки мастихином, звуки, может быть, тряпкой, чем угодно. А тем не менее, это сейчас вкуснее звучит, чем вырезанный портрет. Ну, потому что, пожалуйста, сфотографируйся. Еще и фотошопом доведи до живописного. Идеально. Да, а вот это не может фотошоп, не может фотография. А мы можем. А вот, например, обнаженная. Человек рисовал, рисовал, рисовал. Есть, вот коленки, грудка, головочка. Это тоже взрослый, полноценный художник, нарисовал картину. Он ее рисовал, рисовал. Она ему не понравилась, вероятно. Я просто знаю, как это могло бы быть. И он это, вот это, взял и полил краской. Пока он ее поливал, он вдруг обнаружил, что, ух ты, неплохо получается. И так и оставил. Что он совершил? Он совершил то, к чему я сейчас вас призвал. Доверять себе, если что-то красивое получилось. Доверять. Не получилось, полейте. У нее шляпа образуется, симпатичная. Немножко выразим идею шляпы. И уже, и уже ничего. Так. То есть, портрет очень тяжело, но его бояться не стоит. Надо выбрать себе просто правильный маршрут. Выбрать себе задачу посильную. И вообще, в ближайшее время себе ставить только посильные задачи. Минимум для того, чтобы не столкнуться с тупиком. Потому что тупики для новичка наступают беспросветные. Кажется, что, а когда же я тогда научусь рисовать? Вот каждая новая картина. Это будет колоссальный опыт. Сознание ваш личный компьютер. И он будет все наращиваться, наращиваться. Где-то вы все равно что-то прорисуете. И у вас будет этот академический опыт. Он будет нарастать. Но он будет нарастать продуктивно. То есть, вы пишете картины, вы выставляете, вы вообще живете полноценной творческой жизнью. Но при этом продаетесь во всю. Но при этом у вас нет этой... Нет комплексами полноценности. Это вообще замечательно набрать комплекс полноценности. С чего лучше начинать? Начинать с того, что хочется. Конечно, выбрать надо. Я люблю цветы. Ну, пожалуйста. Цветы вообще сейчас можно нарисовать. Сейчас мне нарисую. Цветы – это совсем просто. Но я просто знаю, что взрослые люди очень часто любят портрет, нюх. А к живописи часто приходят люди сложные, богатые внутренним миром. Сложные структуры приходят к живописи. Ничего этого не нужно. И, как правило, если сложная натура наконец-то захотела живописи, изобразительного творчества, то, как правило, нам больше хочется человека, обнаженочек. Что-то связанное с человеком. Ну, хотя, конечно, некоторые влюблены в природу, путешествия, пописать, пописать, пописать. А начинать надо с того, что нравится. Самое главное. Потому что ключи есть ко всему. Есть связка ключей к решению любой задачи. За этими ключами, конечно, ко мне. Ну, немножко на семинарах. Совсем чуть-чуть. Но больше в практическом исполнении во время уроков. То есть у вас появляются ключи, и вы с этими ключами приступаете к аналогичным задачам. Обращу ваше внимание, что многие художники... Ну, скажем. Всем известно, что Саврасов прекрасный художник. Ну, вы посмотрите работы Саврасова. Одни и те же работы. Домик здесь. Домик здесь. Домик там. Деревце здесь. Деревце. Они ж настолько однообразны. В основе своей. Возьмем Айвазовского. Десять тысяч однообразных работ. Ну, хотя это же целый вопрос. То есть, конечно, художник где-то зацепился за какую-то идею. Вот она у него лучше всего получит. И ее лучше всего востребовали. Конечно, он ее уже начинает отрабатывать. Потому что мы, конечно, ищем похвалы. Вот. Но если мы не ищем похвалы, допустим, а хотим себя просто пробовать в разных... Ну, и, опять же, и Репин, и Золотерсов, и практически один такой паркет. Ну, есть более широкого спектра там. То есть, в основном все-таки человек упирается во что-то и не что-то пишет. А вам-то и подавно надо упереться во что-то. Потому что вы должны сначала сделать под ногами почву, а потом уже на этой почве развлекаться в разных направлениях. Поэтому ошибочно бросаться за все. Вот на уроки часто приходят, и поскольку после урока всегда готовая картинка, и они очень довольны все всегда. Вот. То у них кругозор расширяется, но они очень много забывают из того, что они уже сделали. Поэтому пока человек не встретился в одно, он не может добиться хорошего результата в этом. Поэтому они щипанули знания в портрете, в пейзарке, цветочке и прочее-прочее. Нащипали-нащипали, те забыли, новые прибыли, опять забыли. Ну, такая кажется немножко. Но, тем не менее, как правило, за год очень большая революция происходит в сознании. Человек уже, мир уже очевиден, совсем иным, цветным минимум, имеющим форму, имеющим содержание. Я, конечно, не за поражаюсь, когда человек рисует цветок, допустим. Но это же не шестеренка какая-то, у которой все одинаково. А вот сознание так настроено, что не может преодолеть вот этот одинаковый ритм. Он знает, что цвет как в детстве научили, элементарный, да? Он не может за этого зайти. Хотя, обращающего внимания, здесь два лепестка слились, вот они почти касаются друг друга. А здесь один оттап появился. Видишь? Да. И все равно шестеренка. Ну, есть такие люди, даже не очень понимаю откуда. Может быть, потому что более простое сознание. Может быть, не потому что они примитивные. Ну, просто простец. Не примитив, а простец. Может быть, да. Были случаи, когда вы говорили безнадежные? Ну, вообще там безнадежных нет. Если человек захотел... Были такие иногда приходили, смотришь, думаешь, ну и на. А девочка потом подходит и говорит, как вы думаете, у меня хоть какие-то шансы есть? А я говорю, ну ты сама видел, что плохо. Она говорит, ну да. Ну я говорю, ну если ты хочешь, то, конечно, шанс есть. И она говорит, да, так хочу. И действительно, два-три месяца она уже вроде со всеми работает. То есть, в принципе, уже вот этого вывиха уже нет. Как часто занятия проводятся? Ну, я это вообще почти каждый день провожу. Просто есть общие занятия, а есть индивидуальные занятия. То есть несколько форматов. Ну, есть командировки. А когда придет введение цвета? Все учителя требуют увидеть. Это из практики потом, да, когда мы все равно учимся? Ну, опять же, вот Макс знает. Он говорит, ну это же очевидные вещи. Даже дальтоники. И то, в принципе, вот я дальтоники иногда рисовали, все идет прекрасно. Ведь мы видим цвет. Ну, если мы розовый видим в природе цветов, то мы видим. Где-то разбелены розовые, а где-то неразбелены. То есть мы это видим. Видение цвета, умение цветом воспользоваться. Оно приходит, если мы используем скупую палитру, если мы педантично это используем, скупую палитру, то, конечно, это придет скоро. Потому что, ну что там, четыре краски. Ну, арифметических действий очень мало. Поэтому, конечно, мы очень быстро освоимся. Зеленый, вот просто вообще из палитры, если у кого есть зеленые, выбросите. А, я хотела продумать, где вы поставили коричневый горшок. Да, я вижу, там он светлее коричневый, там темнее, там блик. А вот я не вижу, мне показали, там вот зеленый, а там красноватый. Я не вижу, у меня оно все коричневое. Да, рефлексы действительно могут и зеленее, и краснее. Вот этого не вижу зеленого. Да. Так, опять же. Оно придет, да? Сейчас мы посмотрим. Ну, нету здесь этого. Но требует же идентичности, чтобы вот точно такое нарисовать. Дело в том, что, конечно, общая образовательная система, она рассчитана и медведя научить рисовать, с одной стороны. И, с другой стороны, она рассчитана на какую-то унификацию. Все должны это видеть. Но есть люди, которые действительно не так богато видят цвете, и не так у них эта жажда цвета есть. У них есть жажда форм, жажда какого-то движения, а жажда цвета нет. И чего его насиловать, когда есть живость без всякого цвета и очень красивого. Правильно, динамично. Я не знаю. Ну, вот, я не знаю. Ну, здесь же... Какой здесь цвет? Здесь нет цвета. Ну, зелененькое пятно. Вот это. Ну, сколько там того цвета? Ну, наверное, если бы поставить эти бутылки, поставить это самое пятно, но другой художник бы там столько цвета бы накидал. Есть цветовики, а есть... Ну, среди известных художников, посмотрите, есть... Ну, вот эта вот северная русская северная школа письма. Ну, вообще серенькая, серебристенькая там цвета... Ну, нет цвета там. Приедете в Крым, там у художников один сплошной цвет. Они как сумасшедшие за этого цвета. Они... Там болеют с цветом. А на зевере, наоборот, болеют вот этой тишиной, вот этой спокойствием, возвышенностью. Иконы есть яркие, а есть очень тихие, вбержанные, где акцент идёт на рисунок, а не на цвет. А есть очень на реально. Поэтому не надо, почём зря, себя насиловать и ставить... Вот ты это делай, а я это не делаю. Делай то, что тебе нравится. То, что тебе свойственно. Вот, в общем-то... Это же естественно, да? Мы же не учимся одновременно и танцевать, и рисовать, и петь, и по горам лазить. И что это ещё? На игре надеться. Да. Нет, ну, можно, конечно, и так. Но тогда... Тогда просто, честно, на зубы изучать этот цвет. То есть, необязательно. Есть понятие грязали, да? Ну, вот, грязали в цвете. Гризальность. То есть, однородность цвета. Ну, это же красиво на рисунках. Это же однородность цвета, да? Это красиво. Ну, я вот не взял в грязали толком. Ну, вот грязали на цвете, вот эта фотография. А, да вот. Конечно, конечно. Нету цвета. Есть идея мазка эффектная. Есть... Он даже там мастихином какие-то полосочки накидал. Организовал пространство. Вот что это такое называется? Он что-то изображал? А можно будет? Пожалуйста. Может, ничего не изображал. Он просто организовал пространство. Он создал эмоцию на краске. Взвинтил эту эмоцию. Вот. Немножко там рисунок, да. Ну, здесь, конечно, нам пришлось бы немножко туго. Но, тем не менее, все-таки это же пассивно. Это страфаретно. Правда? То есть, несколько темных пятнышек. Глаз, подносик, рубочки, темные пятнышки. Особого точного рисунка нет. Вот наша. Это наша живопись. Это для нас. Даже... Но пока мы будем делать такую, у нас сознание будет усложняться в пользу точности. И если мы захотим точности, то по мере усложнения нас... Потому что, действительно, есть... Когда мы только приступаем, у нас две октавры всего. А потом набираем, набираем, набираем массы. И у нас уже целые мелодии получаются. Но опять же. А может быть, и не обязательно во все стороны развиваться. Может быть, выбрать какую-то вот такого рода легкую живопись. Совсем легкую. Вот, кстати, импрессионисты. Вы знаете, да, что импрессионисты... Некоторые пришли из... В импрессионисты пришли люди из клерков. То есть, они вообще... Кто такие? А тем не менее, стали основоположниками импрессионизма. В том числе. Потому что импрессионизм, как форма живописи, очень удобная. Ее можно ослужить даже без этого толщины академического знания. То есть, легкое письмо. Акцент на цвет, на взбитость мазком. Ну, кстати, если вам интересно, идея импрессионизма во многом вот в таком мазочечке. Вся картина взбита мазочком. Просто взбито мазочком. Всяг-сяг-сяг-сяг-сяг-сяг. То есть, все-все-все взбито. Все светлое, темное небо. Небо не выкрашено, а взбито мелкой-мелкой-мелкой рябью мазочка. И этот мазочек, кстати, укладывать очень удобно вот таким образом. Кисть держим, как бы, клювиком пальцев. И вот такие, вот такие ударчики. Чуть-чуть протянутые. Не просто макнуть. А ударчики протянутые. И у нас появляется рябь этих. Организация пространства на картине. Вот такой рябью возникает. И вся-вся-вся картина в этой рябь. Даже если не точно по рисунку, но от этой рябь ты смотришь, как живенько, весело. Ну, они еще акцент на цвет. То есть, опять же, на синих тенях. Где его чуть-чуть, но они с полной силой. И не потому что они так видят. Они просто хитрят. Они знают, что синий в тени хорошо звучит. Он несколько раз это сделал. А, заметил. Ну, я имею в виду. Условно, художник, мировой художник из поклон века. Он заметил, что в тени красиво звучит синий. И на фотографии этого синего видит вот столичка. А он, знаете, это преувеличенно прозвучит. Покладывает синий. Ну, а на световые пятна преувеличено оранжевое. А не просто белое, да? Это уже по рисунку делается? То есть, когда я готовый рисунок, потом на тебя надо накладывать? Нет, это цвет. Нет, сначала, вот допустим, если мы пишем пейзаж. Али аимпрессионизм и вообще любовь. У нас есть цвет неба, да? Он дает рефлексы, то есть своим цветом. Почему тень синяя? Потому что небо отразилось в этой тени. Свет. Солнце сделало свет оранжевым. Разбелым оранжевым. А тень осталась голубой от неба. Рефлекс. От неба голубая тень. Она голубая и на траве. Она голубая и на земле. То есть, она голубит. Так вот это небо. Мы создаем среду обитания всех предметов или там человеческой фигуры. Сразу создаем среду обитания. Набрасываем это небо на все. Потому что мы знаем, что небо дает эти все рефлексы. И мы солодами, среду обитания. Разбил этот голубой. Полностью все выштриховали. А потом вгоняем уже деревца заднего плана. Домики, еще что-то. Крапки на переднем плане. И получается картина. Я к тому, что этот голубой он всюду вмешивается. С одной стороны. С другой стороны, краска, которую мы положили в виде неба, она дает более удобного вкладывания мазочков. То есть, им не так сухо. То есть, сухомятку эту что-то укладывают. То есть, мы сразу обсуждали среду. Ну, как бы, небольшая замена цвета происходит. Больше голубого вовсю. Ну, понятно, что мы затопчем этот голубой, где у нас тут то сего будет. Но все равно где-то он мигнет. И даже пока он будет там присутствовать, пока мы будем все набирать, он нам все время сгармонизирует ситуацию на хвосте. Очень... Ну, это, конечно, не снялся уже ни к чему. Я, кстати, хотел бы показать вам, допустим, пару таких маленьких веселеньких вещей. Вот, допустим, нам нужно нарисовать отражение в багет. Вот, смотри. Или, допустим, мокрый асфальт. Мокрый асфальт, лужи. Есть вот приемы, которые настолько удобны для исполнения. Вот мы просто навалили краски. Значит, условно мы сейчас, допустим, рисуем отражение в багет. Ну, те, кто смотрел видеоуроки, эти, конечно, знакомы с этой типу хню. То есть отражение очень часто как стекло. Когда тихая вода, отражение как стекло. Прям висит, стекает. И просто даже сбив направление краски мастихином, допустим, просто сбив, мы уже получим эффект плоскости, на которой это все происходит. А над этой плоскостью, допустим, зелень нарядная. Комковатая. Иная по содержанию. Это как стекло, а это комковатое. И, посмотрите, буквально макательным таким мазочечком. Посмотрите, как мгновенно можно создать деревца. Теневые снизу, допустим, чуть-чуть. Кашисто, густотой краски. Не опытным неумением рисовать, а густотой краски. Просто умением ее упаковать на холст. Мы раз и получили деревца, да? Которое здесь отразилось. Может быть, темночки чуть-чуть отразились. Которые снизу у деревца. Вот они. Вот деревца отразилось. А здесь, на переднем плане, допустим, травочки. Вот как рисовать травочки? Ну, это просто. Взять и создать множество травы. Где это может быть? И коричневизна, сухость какая-то. Вот травочек этих. Земля может где-то чуть-чуть просвечивать. Просто макательно. Вот такой ударчик по холсту. Ударчик. И посмотрите, что творится. Травочки нет. Эти травочки у нас, допустим, зацвели. Это получается у сетки очень легко. Да. Это вы потом тоже можете попробовать. Допустим, какие-то ромашечки. Ромашечки по другой траектории, допустим. Вот по такой траектории. Вот. Вот. Матильчик. Может там вдалеке немножко грунт отделяет воду от дерева. Слякотные мазочки. Посмотрите, как у нас богато выглядит эта почва. Что-то там, там же ничего не нарисовано. Это просто клякса. Но клякса краски создала эффект какого-то содержания на земельке. Я сочетаю. Вот. Вот. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. И в отражение, допустим, добавим. Сам этот бережочечек. Так. Еще я хотел вам показать вот, допустим, очень симпатичную вещь, потому что так легко пишется, что аж хочется показать. И вот многие цветы в этой манере потом очень легко будет вытворять. Совсем легко пишется. У меня так все получают такое насхождение от этих цветиков. Ну, я сначала хочу, чтобы вы пощупали вот эти вот вещи. Прям подошли и пощупали. Как можно нашпиговать красочкой, густотой, сляхочно, сляхотно, макательно, чуть-чуть чиркательно, блошмя мастихином, блошмя, чиркательно, макательно, густотой. Чтобы вы попробовали. А потом после перекурчика порисуем немножко цветоники и мы тоже получим удовольствие. Кому очень важно научиться вырисовывать, ну вот есть такое желание вырисовывать. На рисунке вы просто будете совершенствовать свои чувства пропорции. Умение вкусно подбирать касание предмета купоны, линейный рисунок. Вот он, акцент такой даже для себя исследовал. Ну, опять же, конечно, штриховательные вещи, те, которые и вмазаны. То есть, можно будет совершенствовать рисунок. Для того, что говорят так вот, академическая формула выглядит так. Живопись – это рисунок цвета. Все привычки рисовальщика идут на холд. Просто рисунок, он не может работать фактурами, а масло хитрит фактурами, обыгрывает все густотой краски. Вы видели, что это действительно возможно. Густотой краской не умели ничего рисовать. Просто правильно чуть-чуть прибить руку. Грубо говоря, 3 часа и рука прибита. Маленького, если размером холсты на нем. Маленький холст вообще надо забыть. Вообще, это у нас минимальный формат на уроках, но не рекомендуем. Да, до 30 на 40. Не рекомендую, потому что на маленькой руке негде размахнуться, и она не понимает, что не так, страдает, мучается. Ну, так, конечно, маленький призарчик накаляржить можно. Цветочек можно накаляржить. Например, если цветы, то, когда вы пишете цветы, старайтесь, чтобы цветы были в натуральную величину. В натуральную величину удобно. Воспринимаем натуральную величину. Портрет натуральную величину. Даже обнаженная фигура удобнее писать натуральную величину. Потому что мы так воспринимаем. Ну, как-то компактно ее сложить для холста. Ну, или, либо уже... Вот какая-то лаверинка была здесь. Ну, да. Ну, тогда она уже принципиально меньше. Уже красное число уменьшения. Там уже другая история. Если нам не все же заваливать за холстами. Ну, скажем, цветочки. Портретики всегда меньше. Лучше делать стремящиеся к натуральной величине. Академическая формула — это две трети от натуральной величины. Но до двух третей надо еще надавить на это сознание, чтобы оно согласилось уменьшить до двух третей. Хотя академическая, музейная формула — это две трети. Ну, сейчас даже и преувеличенно делают. Вы знаете, даже портреты вот такого размера делают. Все это оправданно, все это звучит. Опять же, в живописи есть понятие «звучит, не звучит». Вот мы иногда смотрим, красиво, некрасиво. А может быть, иначе. Звучит, не звучит. Если то, что ты положила, звучит... Вот только что мне показали пейзажи этого фильма «Париж». Ну, шикарная вещь. У нее язык другой. То есть, просто люди рассуждают. А что криво? Да это не криво. Это наивно. Это элемент наивной живописи. Хотя она очень гармонична. Она вся гармонична. Просто там есть вот этот намек на наивную живопись. Что, конечно, делает ее уже с языком живописи. То есть, опять же, выбор языка живописи. Есть такое понятие «язык живописи». Есть академическая формула, академический язык. Это что вижу, то изображаю, но только используя художественные приемы. А есть разные языки живописи. Вот скажем, импрессионизм — это не только стиль или манера, но это еще и язык живописи. И среди импрессионистов есть немножко такой язык, немножко всякой. То есть, лучше понятие языка живописи, чем стили. Потому что стили путаются сами, искусствоведы путаются. А язык живописи понятно. Вот в этом языке живописи. Ага. Похож на язык живописи, допустим, такого. Или, в данном случае, похоже, пахнет немножко наивной живописью. Уклонной этих может быть. Но эти уклоны не звучат. Что так смотришь на нее, оно звучит. А то, что простолюдину это может не понравилось, не точно. Так и ему не понравилась непрописанность окон. Ему же много чего не понравилось. Но то, что это живопись, внятная живопись. И человек с уже немножко развитым вкусом, конечно, сразу говорит, что это хорошо. Ну, мы сейчас три точки попробуем. Вот, действительно, уроки рисования хорошее дело было бы, очень хорошее. Тем более, что уроки рисования, они были все-таки отдельны от живописи. И хочется тренировать руку и глаз, и в умном направлении, конечно. Замечательно. И обязательно онлайн, да? Почему? Рисование. И в том числе обязательно онлайн. Ну, я не знаю, сможешь ли еще онлайн это делать? Скажите, а портреты рисовать обязательно надо набить руку карандашом? Рисование? Или можно сразу маслом начинать? Масло, это живопись, это рисунок цвета. То есть можно без рисунка обойтись. Потому что кисть тоже инструмент рисования. Мастихин надо тоже инструмент рисования. Палец. Вот. Это все рисунок. Рисунок. Ну, только цвет. То есть без рисунка можно обойтись. Но рисунок... Так мы тратим холст. Так мы должны вдохнуть и сделать. А рисунок мы можем часик повисовать. И в принципе уже хорошо. Вот мы просто чуть-чуть потренировались. Не рисуйте кубы, не рисуйте драпировки, не рисуйте сложные вещи. Ну, допустим, если хотите нарисовать драпировку, рисуйте, скажем, подробный пакет, где будут задрапированы ткани на фигуре. Ну, чтобы вам не было сложно. Потому что нет у вас времени рисовать драпировку. Нет у вас времени рисовать шар бесконечный. Для шара голова есть. Диаметр очень плохо. Кисти, ну, как и с холстом тоже. И с красками тоже. Ну, скажем, вы пришли в салон купить краску. И вот, допустим, голубая ФЦ есть, там марс-коричневый есть, а жёлтый, как не жёлтый светлый, нет. Поэтому, конечно, лучше иметь дома запасы. И когда вы не наткнулись, у нас здесь скоро будет галерия. В том числе. И вы всегда сможете купить у нас ИХО и этот перечень. Вот этот скупой перечень. Там же в этих салонах для художника продается всё. В том числе и для всякого мастера. Для всякой чепухней мастера. А у нас будет только для жилописей. Мы же не будем говорить, что тут будет работать очень легко. Для всех людей с улицы это будут полноценные художники. Почему? Потому что у нас картины полноценные. Кисти. Значит, с кистями... Кистей тоже, как и всего производителей, много. А хороших кистей мак. Некоторые говорят, вот хорошо колонок. Очень хорошо колонок. Особенно, если ты знаешь, что им делать. Ну, конечно, колонок прекрасен и для акварели. Но колонок, он же быстро выйдет из строя. А стоит он безумных денег. А есть синтетика, которая заменяет сейчас и колонок, и щетину, и прочее. Есть синтетика очень тоненькая. Они такие приятные для женских вот этих. Она очень приятная. Мне кажется, что вот эту еще купил. Будет очень приятно писаться. Нет. Значит, нечто среднее между колонком и щетиной вот такой ворс. И вы можете, конечно, в конце, после рождения, ощупать это. Длина ворса очень важна. Вот у этих кистей хорошая длина ворса. И у коротеньких длинный ворс, и у длинных, и у широких. Да, есть производители. Они продаются иногда в магазинах. Приходим, покупаем, если увидим. Очень хороший. Ну, вот Колос, Фаламилк. Профессионалы знают, что они хорошие, покупают. И не профессионалы. Потом, когда приходят в этот салон, им достаются кисти для клея. Каких-нибудь китайцев, может быть, даже голландцев. Кто-нибудь в Голландии делает на всякий случай. Маркеровка красивая, штучка красивая. Особенно ужасно, когда новичку дарят кисти кто-нибудь из доброжелателей. Потому что, конечно, покупают подешевле. И покупают по виду очень красиво. Писать им совершенно невозможно. А, как правило, если новичок приносит мне свой набор домашний, две трети сразу можно выбросить. А остальные пока не пригодятся. Поэтому рекомендую кисти этой марки. Можно будет покупать это у нас. У нас будут такие. Ну и сейчас есть немножко. И, а-ля тоненькая, кругленькая, к сожалению, с этим вообще завалится. Вот, если когда-нибудь встретите, вот, вернисаж там есть. Слово вернисаж. Кругленькая. Первый, второй, третий номер это ваши кисти. Если встретите, покупайте 100 штук. Потом нам же испекольнете. Очень хорошие кисти. А эти встречаются в магазине. Да, вы сейчас в конце потом подойдете. Я пойду кушать, а вы трогать. Вот. А вот тут все номера. Все будут номера. Вы прямо так. А там один, два, а, два, четыре, пять. Вот это достаточно. Какой минимальный набор? Да, минимальный. Ну вот, вот эти все. А все? Нет, ну так четыре цвета. Все номера. Там есть продолжение номеров. Я пойду. Плоская овальная. А самая большая это? Начиная со второго номера, заканчивая двенадцатым. Вот это двенадцатая большая. Вот эти круглики. Конечно, несколько обязательно иметь. К сожалению, продаются такие плохие. А это вот хорошее. Ну вот, если Бог даст вам когда-то купить. Купите много. Она вам будет всю жизнь пригождаться. Ну, кольцурчик, говорю, спикмите нам, мы уже перепродадим вам. И все будет хорошо. А здесь же там какие-то ровные, косое направление. Да, да. Очень хорошо, когда есть какие-то варианты. Хорошо, что все это и есть. Что это все встречается, что мастихины разных. Ну, действительно, для разных задач можно разные мастихины использовать. Тот мастихин, которым я увлекся. Ну, я не случайно, что он увлекся. Он просто очень прорвот. Он все, что хочет вытворять. Вот те другие не все могут, только какие-то узкие задачи. А этот на все, на все случаи. Вот. Ну вот, к сожалению, их стали выкупать. Ну, и номер всяких. Он тоже номер там, кого-то есть. Да, 61-й. Италия, Роза. Можете не писать. Ну, мы их отлавливаем, но нет. Знаете? В атрибуте. Для желания. Есть? Али, вот тут тоже. Ну, тогда выбирайте. Где, где? Да. Там нет уже есть там. Да? Да. Это антиреклама? А тоники еще маленькие. Есть еще длинные мастихи для крупных. Вот. Вот. Вот это вот. А есть для крупных задач, вот более такой длинный. Там какой номер? Я номер уже не вижу, потому что вы видите. Но это тоже для крупных задач. Вот для пановолки. В нашем случае его закидать, закидать, закидать. Это? Засторожно. То есть уже стоит. Ну, просто большой. Засторожно. Вот такой каплеридный, да? Каплеридный. Ну, эти есть, да. Ну, эти есть, да. Да. Так. Сейчас. Кстати. Ну, вот, например, если вы что-то писали, писали. Как что-нибудь писали, писали. И в итоге получилось так себе сегодня. Ну, не пошло. Ну, не пошло и не пошло. Холст убивать не стоит. Стоит его затереть. И будет, так называемая, имприматура. Так нам бы пришлось избавляться от белого, прежде чем начать работу. А так у нас белого уже нет. И мы, когда он высох, ну, допустим, мы в конце работы, ну, не пошло. Вытерли. И когда оно все высохло, мы снова приступили на нем. Но у нас уже есть темная подкладка. Потому что мы в живописи маслом идем от темного к светлому. Вот это можно записать. Если в акварели мы идем от цветлого к темному, то здесь от темного к светлому. Сначала мы чуть темнее. Чуть темнее. Так, вот эти вот у нас цветочки. Игорь, можно пару слов еще относить на масло, лак и масло? Да. Значит, в качестве тройника. Вот я говорю, что продаются готовые тройники уже с замес. Там масло, если какие-то. А есть, как бы, классические тройники. Это масло, вернее, разбавитель, масло и лак. Лак, допустим, домашний. То есть, не для покровных работ, а для живописных работ. Причем, часть, которую составляет разбавитель в этом, может быть разная. То есть, можно один-один-один, а можно два разбавителя. Две части. Одну часть масла и одну часть лака. А можно еще жиже, то есть, еще больше разбавителя. Второй сеанс, или третий сеанс, когда мы выписываем что-либо, красочка немножко пожухла на холсте. Особенно второй слой, когда мы по сухому начали что-то выписывать, что-то писали по сухому. Краска пожухла. Пожухла, она перестала блестеть, перестала быть нарядной. И мы, прежде чем приступить к работе, если эта работа высохла, просто протерли этим тройником работу и тряпочкой собрали лишнюю влагу с холста. Работа снова стала свеженькая, мокренькая, но не течет по ней, потому что мы тряпочкой собрали то, что течет. Она просто стала мокренькая, и масло с лаком дали глянцевость, блестящесть, мокренькость. Растворитель удалился, плюс он дал связку растворитель. Он немножко растворил верхний слой нижнего слоя, и который мы кладем сверху, он уже немножко схватывает предыдущие слои. Ну это как бы второй, третий, четвертый, вся. Чем он наносится? Кистью можно. Кистью просто натер, натер. Так, наштриховала. Можно еще вопросы? Когда уже вот картины высохнуты, каким? Дамарским лаком покрываем или какой-нибудь писатель? Нет, там есть акрилстеровый покрывной, какие-то пшиклки придумывали. А зачем? Равномерный блеск, равномерная... Да, вот краска высыхает на такую... Иногда даже можно лаком притопить немножко фактуру. Вот, скажем, мы лицо писали, 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 и слишком много фактур возникло. И мы более густым слоем лака чуть-чуть притопили фактуру, ну как вот глянцевые вот эти вот поверхности столов, да? То есть они же совсем ровненькие. Ну и не до такой степен, конечно, за ним. Ну немножко притопили фактуру. И она уже более человечная. А когда покрывать лаком? Было же полностью все высох? Да, обычно. Классика жанра это через полгода. В древности так. В наше время можно это, конечно, и через месяц. Может, ты еще не обращаешь? Да. Ты еще не обращаешь? Ты еще не обращаешь? А если не обращать? Да, в первых они не пойдут, а во-вторых это красиво. Скажите, пожалуйста, в работе. Некоторые задают вопрос. А зачем делать подкладку на весь холст? Среду обитания. Среду. Среду. Тогда надо делать, да? Вот мы всегда выкрашиваем или белые все, или вот... Лучше. Лучше. Особенно для письма, для письма легкого такого а-ля фрима. Вот для этого письма, конечно, нам нужно закидать холст краской, чтобы в ней, в ней, в ней, в ней. Потому что мы же на фактурах больше играем, на жестах, на каких-то... И, может быть, не одноцомых, да? Ну да, да, понятно. А белым мы иногда накидывали, чтобы... Вот если у нас что-то, мы предполагаем, сделать что-то разбеленное, чтобы этот белый уже навязывался, навязывался, чтобы у нас не было активных пятен вот такого рода, да, чтобы все немножко топилось в беливах. То есть, ну, такой просто ход. Слушайте, есть олифа и льняное масло, это в них тоже, в принципе, или какая-то разница происходит? Олифа и олифа... Ну, олифа, по-моему, для иконных работ. Я, честно говоря, олифа это в руководстве не портал. С чего разница? А льняное масло когда пользуется? А льняное масло? А льняное масло? А льняное масло? А льняное масло, да? А льняное масло, да? Можно даже просто на нем писать. И ты же помнишь, мы иногда там второй слой, немножко в маслице, чтобы краска во втором слое не жухла сразу и не втаптывалась. Она слишком быстро как бы схватывается, ссыхается. Хотя она не высохла, но она ссыхается. Она сдала вещество мокрости в свой первый слой. И мы уже слишком вязко работаем. А так мы с маслицем. Маслица не дает впитаться, как ни странно. Так на поверхности и обживается. И мы там на маслице это набираем. И оно деликатенько, деликатенько, тоненькими слоями. Не успевает схватиться. И мы можем целые сутки тогда опять же баловаться. Но это, по-моему, выше патреты, да? Более тонкие. Ну да, где нужен тонкий слой. Ну, допустим, у нас здесь какое-то глуховатое темное пятно на заднем пятно. И мы... Есть такое понятие ритмов в живописи. То есть, когда все направлено, допустим, в одном направлении. Или несколько направлений в картине. Скажем, небо вот по такой траектории набрано. А растительность по вот такой. Вот эти вот листики и прочее. То есть, это ритмы. То есть, так же, как в поэзии и в музыке. Это все интересно. Ритмы, если возможно, тоже используем. То есть, если мы рисуем листья. Вот импрессионисты это придумали. Они все мелким мазочком в этом направлении делятся. Взбалтывают, взбалтывают, взбалтывают. Появляется эффект ритма. Да? Это же ритм? То есть, они все немножко направлены в этом направлении. Вот. А если бы мы их в разных направлениях, причем внимательно бы следили, ага, эти листики сюда, эти сюда. Нет, и так тоже, как вариант. Ну, просто это немножко более сложно. Пропадает идея ритма. А это красиво, когда есть ритм. Опять же, трава по направлению такому. Вы видите, я уже автоматически, у меня кисть лежит на холстке. То есть, хорошая привычка. И вы тоже будете осваивать эту привычку. Ну, то есть, понятие ритм. В данном случае, фоновое пятно задаст на эти ритмы. Какие-то цветовые нюансы. Есть такое понятие грязца. Есть грязь, а есть грязца. Я думаю, что если вы будете пользоваться именно вот этими красками, то пока вопрос грязи не возникнет. А грязца, она уместна. Она хорошо оттеняет красивый, ну, нарядный цвет. То есть, если мы на грязцу кладем какой-то цвет, чистый, он красиво звучит. И вот, допустим, поновое весно в этой картине мы наберем по косой туда. Где-то такой мятой, косой. То есть, немножко организовали пространство. Когда мы это, допустим, сделали на всём. Вот у нас, допустим, цветочечки. Центральный цветочек. Опять же, тот же прикольчик. Мы достали сухой холст, чтобы положить небольшое количество краски. Над ним ещё один цветок. Там ещё один цветок. Здесь красный цветок, розовый. Ну, видите, я взял по вертикали, для того, чтобы не сильно кланяться к нему. И вот, например, что важно в таких вот вещах. Внятная теневая. Внятная световая. Обратите внимание, светлый в тени не равен светлому на свету. Очень важные моменты. То есть, когда речь идёт о свет и тень, то очень важно, что всё, что в тени, в рамках теневой. Всё, что на свету, в рамках световой. Тогда форма шара прозвучит. Тогда это будет естественное пространство и прочее прочее. И вот мы, допустим, пальцем. Почему пальцем? Очень удобный инструмент для решения такого рода задач. Мера краски соблюдается. Хорошо пальцем. Так. И теневую. Она там немножко селенит. Немножко селенит. Немножко селенит. В центре там рыжести, допустим. Немножко злазовости, рыжести. Теперь начинаем усиливать световые. То есть, как бы мы сначала положили теневую. Помните, мы идем от темного в светло. Палец прямо заточен.